Доброе утро, Бокертов! Этот материал является продолжением материалов 48 и 323. Урок для стеснительных условно. Мы будем говорить о глаголах настоящего времени группы ПААЛЬ, основная группа. Но только мы будем говорить о глаголах, которые заканчиваются на букву ХЭТ. Итак, я рекомендую прослушать предыдущие материалы. Если вы не знаете, как их найти, воспользуйтесь каталогом. Ссылка на каталог находится под каждым видео на моем канале. Там все разбито по темам, по группам. Несложно будет сориентироваться. Итак, прежде чем мы переходим к глаголам, я хочу вам напомнить правило. Если буква ХЭТ в слове ПОСЛЕДНЯЕ, то слово обязательно заканчивается на звук АХ. Например, я беру слово БИТУАХ, страховка БИТУАХ, буква ХЭТ последняя, и мы слышим в конце слова АХ. Или, например, слово РЭАХ, буква ХЭТ здесь последняя, мы слышим в конце слова АХ. Я рекомендую также послушать материал 90, где я об этом рассказываю подробно о букве ХЭТ в конце слова. Сейчас мы переходим к глаголам. И первый глагол ШОЛЕАХ. ШОЛЕАХ отправляю, посылаю. Я вам напоминаю, что в этих глаголах в ПААЛе, в основной группе, буква ВАВ – это признак настоящего времени. И гласные звуки у нас звучат ОЭ, как у нас было в слове КОТЭВ. В слове ШОЛЕАХ, последняя буква ХЭТ, и чтобы правило о букве ХЭТ не нарушалось, мы произносим гласные ОЭ, ШОЛЕ, и дальше произносим АХ, чтобы слово заканчивалось на АХ. Получается ШОЛЕАХ. В форме женского рода, чтобы получить форму женского рода, мы должны прибавить окончание ТАВ к форме мужского рода. Как у нас было, например, КОТЭВ, КОТЭВЕТ. И здесь мы прибавили ТАВ, но из-за влияния звука буквы ХЭТ, который является гортанным звуком, мы не в состоянии его произнести, но мы должны показать, что он в слове есть. Поэтому слово мы произнесем не ШОЛЕХЭТ и не ШОЛЕАХЭТ, а мы произнесем слово ШОЛАХАТ. И мы запомним ШОЛАХАТ, ШОЛЕАХ в форме мужского рода, ШОЛАХАТ в форме женского рода. То есть у нас гласный звук ЭЭЭ изменился на А. И гласные появились О, А, А. ШОЛАХАТ. Если, например, в обычных глаголах, которых нет в конце какой-то, например, буквы ХЭТ, ГРТАННЫЙ, мы произносили КОТЭВ, КОТЭВЕТ, ОЭЭТ у нас получалось, КОТЭВЕТ, то здесь у нас будет ОАТ. В конце слова, да, АТ мы услышим, не это АТ, ШОЛАХАТ. И мы запомним, это будет у нас как образец. ШОЛЕХ, ШОЛАХАТ. Например, И ШОЛАХАТ МИХТАВ. Она посылает письмо. И во множественном числе, здесь как раз нам просто, не будет проблемы. ШОЛХИМ. Буква ХЭТ уже не последняя, поэтому она не обязана звучать как АХ. ШОЛХИМ. ШОЛЕХ, ШОЛАХАТ, ШОЛХИМ. Например, давайте скажем, АНАХНУ ШОЛХИМ МИХТАВ. Мы посылаем письмо. А теперь мы будем строить предложение. То есть, я вам показываю примеры, но вы должны строить предложение самостоятельно. То есть, вы берете слово ШОЛХИМ, например, слово ПРОХИМ, ЦВЕТЫ, И говорите, я посылаю, я направляю цветы другу. Мы посылаем цветы подруге. И так далее. Сейчас мы примеры таких предложений с вами разберем. АНАХНУ ШОЛХИМ МИХТАВ ЛЕХАВЕР. Я посылаю письмо другу. АНАХНУ ШОЛХИМ МИХТАВ ЛЕХАВЕР. Обратите внимание, как я произношу слово ПИСЬМО. МИХТАВ. Потому что в русском языке многие произносят Ф в конце слова. Вместо звука В получается МИХТАВ. А мы будем очень чётко произносить. В еврейте нужно чётко произносить звук В в конце слова. МИХТАВ. МИХТАВ. Старайтесь не забывать. Дальше. ЭЙХИ. ЭЙХ. Новое слово. КАК. ЭЙХ. КАК. И почему я не могу в этом слове... Сразу же немножко грамматики. Почему я в этом слове не могу написать букву ХЭТ в конце. В слове ЭЙХ. Потому что если я напишу букву ХЭТ, то это слово я должен буду прочитать как ЭЙЯХ. Чтобы правило о букве ХЭТ не нарушалось. А так как я слышу ЭЙХ, слово заканчивается на Х, но не заканчивается на АХ. Поэтому последнюю букву я напишу КАФ. Конечный вариант. А не ХЭТ. Небольшое отступление я сделал. Возвращаемся к тексту. ЭЙХ. ЙИ. ШУЛАХАТ. МИХТАВИМ. КАК. ОНА. Отправляет или посылает письма. ЭЙХ. ЙИ. ШУЛАХАТ. МИХТАВИМ. Давайте ответим на этот вопрос. ЙИ. ШУЛАХАТ. МИХТАВИМ. БЕ. ДОАР. ЭЛЕКТРОНИ. Новое слово здесь появилось. ДОАР. ДОАР. Это почта. Переведем. ОНА. ЙИ. ШУЛАХАТ. Отправляет. Посылает. МИХТАВИМ. Письма. БЕ. ДОАР. БЕ. Предлог. Это местонахождение. Или творительный падеж. КЕМ. ЧЕМ. БЕ. ДОАР. Получается. По почте. Или почтой. И следующее слово. ЭЛЕКТРОНИ. По звучанию мы догадались, что это электронный. ДОАР. Слово мужского рода. Почта. Поэтому ЭЛЕКТРОНИ. Это тоже слово мужского рода. И мы на всякий случай начнем запоминать, что прилагательные всегда в иврите строго ставятся после существительных. Мы к этой теме еще не раз вернемся. Нужно сказать дословно. Почта электронная. ДОАР. ЭЛЕКТРОНИ. Следующее предложение. МААТЕМ ШОЛХИМ БЕДОАР. Что вы посылаете по почте или почтой? МААТЕМ ШОЛХИМ БЕДОАР. Можно прочитать БЕДОАР. Можно прочитать БАДОАР. Вы можете услышать и то, и другое. Мы к этому еще вернемся. АНАХНУ. Ответим на этот вопрос. АНАХНУ ШОЛХИМ КРЕМИМ. КРЕМ. Это КРЕМ. КРЕМИМ. Во множественном числе КРЕМЫ. Мы посылаем КРЕМЫ. Например, изделия Мертвого моря. Отправляем по почте. АНАХНУ ШОЛХИМ КРЕМИМ. Следующее предложение. АНАХНУ ЛО ШОЛХИМ НА КНИК БЕДОАР. НА КНИК. Новое слово. Это КОЛБАСА. АНАХНУ ЛО ШОЛХИМ НА КНИК БЕДОАР. Мы не отправляем колбасу по почте. Я просто вспомнил, как когда-то много-много лет назад, когда я находился, скажем так, на службе, и мне отправляли посылки с колбасой. Идем дальше. Теперь следующее слово я возьму. ПОТЫАХ. ПОТЫАХ. Это ОТКРЫВАЮ. Открываешь, открывает. ПОТЫАХ. Например, сейчас я предлагаю вам остановить видео и просклонять глагол ПОТЫАХ в форме мужского рода со словом, мы возьмем еще слово МЕХТАВ. Открываю письмо. Я, ты, он. И теперь подумаем, как мы скажем в форме женского рода. У нас было в предыдущем примере. ШУЛЕАХ. ШУЛАХАТ. По аналогии с этим, в форме женского рода как будет? ПОТАХАТ. Мы прибавим окончание ТАВ. Получится у нас ПОТАХАТ. Тоже можно остановить видео и просклонять, как в форме женского рода, я, если женщина говорит ты, при обращении к женщине, и она. Во множественном числе мы прибавим окончание им. И у нас получится по аналогии с предыдущим словом. ШУЛЕАХ. ШУЛХИМ. Здесь будет ПОТАХ, ПОТХИМ. И тоже остановите видео, просклоняйте. Мы, ВЫ, ОНИ. Во множественном числе. А теперь предложение, которое мы построим. ГУ ПОТАХ МИХТАВ. Он открывает письмо. И ПОТАХАТ ХАЛОН БЕМИТБАХ. И она ПОТАХАТ открывает ХАЛОН ОКНО БЕМИТБАХ на кухне. Может звучать БЕМИТБАХ или БАМИТБАХ на конкретной кухне. Тогда получится. Обратите внимание, в слове ХАЛОН ОКНО БУКВУ ВАВ мы пишем. Здесь передается звук О. ХАЛОН. Следующее предложение. АТА ПОТАХ РАДИО БЕШАБАТ. АТА ТЫ ПОТАХ АТКРЫВАЕШЬ РАДИО. Как вы догадались, это радио. И здесь мы сразу же тоже запомним, что слово ПОТАХ в разговорном иврите можно использовать в значении ВКЛЮЧАЮ. Например, если я говорю АНИ ПОТАХ ТЕЛЕВИЗИЯ. Телевизия – это телевизор или телевидение. АНИ ПОТАХ ТЕЛЕВИЗИЯ по смыслу я включаю телевизор. В этом примере АТАПО ТЕАХ РАДИО БЕШАБАТ. Ты включаешь радио в субботу. Например, ответ. ЛО АНИ БЕШАБАТ ЛО ПОТЕАХ РАДИО. Нет, я в субботу не включаю радио. То есть в Израиле есть люди, которые соблюдают традиции и не пользуются, не включают электроприборы в субботу. Следующий пример. АТ ПОТАХАТ МАХШИВ БЕАВУДА. Здесь у нас идет обращение к женщине. Поэтому АТ – ты при обращении к женщине. ПОТАХАТ – открываешь или включаешь. По смыслу мы переводим МАХШИВ БЕАВУДА. КОМПЬЮТЕР НА РАБОТЕ. Ты включаешь компьютер на работе. Например, ответ. КЕН АНИ ПОТАХАТ МАХШИВ БЕАВУДА. Да, я включаю, да, я открываю дословно, компьютер на работе. Предлог Б – это местонахождение, где. Поэтому БЕАВУДА, или можно прочитать БААВУДА, мы переведем как «на работе». Дальше. ЭМ ПУТХИМ ХАНУТ БЕТЭЛЯВИВ. ОНИ ОТКРЫВАЮТ МАГАЗИН В ТЕЛЬАВИВЕ. То есть, открывают, так же, как в русском языке, можно использовать значение «открывают магазин». То есть, либо как открывают дверь в магазине, либо как, в принципе, начинают деятельность, запускают в действие. Так же, в иврите, это слово можно использовать. ЭМ ПУТХИМ ХАНУТ БЕТЭЛЯВИВ. ОНИ ОТКРЫВАЮТ МАГАЗИН В ТЕЛЬАВИВ. МАТАЙ ПОТХИМ БАНК БЕШАБАТ. КОГДА ОТКРЫВАЮТ БАНК В СУБОТУ? Слово МАТАЙ КОГДА? Ответим на этот вопрос. БЕШАБАТ ЛО ПОТХИМ БАНК В СУБОТУ НЕ ОТКРЫВАЮТ БАНК. Ну, во всяком случае, в Израиле и в это время, в наше время. БЕШАБАТ ЛО ПОТХИМ БАНК. В СУБОТУ НЕ ОТКРЫВАЮТ БАНК. СЛЕДУЮЩЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГУ ПОТИАХ ХЕЖБОН БАБАНК. ОН ОТКРЫВАЮТ ХЕЖБОН, НОВАЯ СЛОВА, СЩЁТ. ГУ ПОТИАХ ХЕЖБОН БАБАНК. ОН ОТКРЫВАЕТ СЩЁТ В БАНКЕ. ХАНУТ ШОЛАХАТ ХЕЖБОН БАМАХШЕВ, БАИНТЕРНЕТ. МАГАЗИН ХАНУТ ШОЛАХАТ ПОСЫЛАЕТ, ОТПРАВЛЯЕТ. ХАНУТ СЛОВА ЖЕНСКОГО РОДА. ПОЭТОМУ МЫ ИСПОЛЬЗУЮМ ГЛАГОЛ ШОЛАХАТ. ХАНУТ ШОЛАХАТ ХЕЖБОН СЩЁТ БАМАХШЕВ. ПОЛЧАЕТСЯ ПО КОМПЮТЕРУ. В КОМПЮТЕРЕ БАИНТЕРНЕТ. ПО ИНТЕРНЕТУ. СЛЕДУЮЩЕЕ СЛОВО, КОТОРОЕ МЫ ВОЗЬМЕМ, СЛОВО ЛОКЕАХ. ЛОКЕАХ – ЭТО БЕРУ. БЕРЁШ – БЕРЁТ. ЛОКЕАХ. НАПРИМЕР, ДАВАЙТЕ СКАЖЕМ СЕЙЧАС. ОН БЕРЁТ ВОДКУ. В форме женского рода подумайте, как будет звучать. По аналогии с предыдущими глаголами у нас было ШОЛЕАХ, ШОЛАХАТ. ЛОКЕАХ. Или ПОТЕАХ – ПОТАХАТ. Здесь у нас, если мы прибавим ТАВ, мы должны прочитать ЛОКЕАХАТ. ЛОКЕАХАТ. И во множественном числе, по аналогии с ПУТЕАХ – ПОТХИН, мы прочитаем ЛОКЕАХАТ. ЛОКЕАХ. 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 БЕРЁТ. БЕРЁТЕ. БЕРЁМ. А теперь ПРЕДЛОЖЕНИЯ. И такие же ПРЕДЛОЖЕНИЯ вы должны строить САМИ. Все, что приходит в голову. Он берет шоколад в магазине, она в банке берет, дальше стул, если вы знаете, телефон или еще что-то. Самые разные слова. Строим предложение. Не стесняйтесь. Я вам просто показываю примеры, как строить предложение. Вы их не обязаны запоминать. Вы должны самостоятельно строить предложение. Тогда мы быстро продвинемся. Итак. БАЭРФ или БЕРФ. Хочется прочитать это БАЭРФ. ВЕЧЕРАМ. РФ это ВЕЧЕР. БАЭРФ получается ВЕЧЕРАМ. БАЭРФ. Предлог Б может читаться как Б или БА. И мы не зацикливаемся. Либо так, либо так. БЕРФ. Или БАЭРФ. АНИ. ЛОКЕАХ. ВИСКИ. ВЕ СОДА. ВЕЧЕРАМ. Я БЕРУ. ВИСКИ. И. СОДА. Это ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА. ВОДА. СОДАВАЯ. На иврите в разговорном языке называется СОДА. БАЭРФ. АНИ. ЛОКЕАХ. ВИСКИ. ВИСКИ. ВЕЧЕРАМ. ВЕЧЕРАМ Я БЕРУ ВИСКИ. И. ГАЗИРОВАННАЯ ВОДУ. ВИСКИ. ДАЛЬШЕ. БАБОКЕР. УТРОМ. АНИ. ЛОКЕАХ. АНАЛЬГИН. УТРОМ. Я БЕРУ. АНАЛЬГИН. Это название лекарства от головной боли. Например. То есть. УТРОМ. Я БЕРУ. АНАЛЬГИН. И. Мы запомним. Что СЛОВО. ЛОКЕАХ. ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЗНАЧЕНИЕ. ПРИНИМАЮ. Ну. Как ЛЕКАРСТВО. Например. ЛУЧШЕ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ. Но. Все-таки. Иногда. Приходится. Принимать ЛЕКАРСТВО. И. Вот. Если. Я ПРИНИМАЮ. АНАЛЬГИН. Я СКОЖУ. АНИ. ЛОКЕАХ. АНАЛЬГИН. При обращении к женщине. Например. Давайте. Спросим. Женщину. МААТ. ЛОКАХАТ. Что. Ты. БЕРЕШЬ. Или. По смыслу. Мы переведем. Если нужно. Что. Ты. Принимаешь. Как. ЛЕКАРСТВЕ. МААТ. ЛОКАХАТ. Ответим. АНИ. ЛОКАХАТ. Это. Женщина. Отвечает. АНИ. ЛОКАХАТ. ШОКОЛАТ. ВЕ КАФЕ. Я БЕРУ ШОКОЛАД И КОФЕ. ШОКОЛАТ ВЕ КАФЕ. Дальше. МАЭМ ЛОКХИМ. ЛЕ АВУДА. Что они берут? ЛЕ АВУДА. ЛЕ. Это предлог направления. Куда? ЛЕ АВУДА. НА РАБУТУ. ГЕМ ЛОКХИМ МАХШИВИМ. АНИ. БЕРУТ КОМПЬЮТЕРЫ. ГЕМ ЛОКХИМ МАХШИВИМ. ГЕМ ЛОКХИМ ВОДКА ЛЕ АВУДА. АНИ. НЕ БЕРУТ ВОДКУ. НА РАБОТУ. Следующее предложение. ЭЙФО ЛОКХИМ МИСПАР. ГЕМ ЛОКХИМ БЕРЮМ. И БЕРЮТЕ. БЕРУТ. МИСПАР. Это НОМЕР. Или НОМЕРОК. Ну, во многих местах, в том числе в магазинах, когда есть очередь, то она идёт по номерам. И можно спросить. ЭЙФО ЛОКХИМ МИСПАР. ГЕМ ЛОКХИМ МИСПАР. Мы говорим, где взять номерок, то в иврите это словно, где берём или где берут. ЭЙФО ЛОКХИМ. Мы к этому ещё вернёмся. Это построение фразы в иврите. Давайте ответим на этот вопрос. МИСПАР ЛОКХИМ ШАМ. НОМЕРОК БЕРУТ ТАМ. Следующий пример, то, что я хотел вам продемонстрировать. Если последний в слове, если последний будет не буква ХЭТ, а буква КАФ. Вот, например, я возьму слово ОЛЕХ. ОЛЕХ. Буква ХЭЙ первая. Я произношу её ОЛЕХ. Кому трудно произнести, можно сказать ОЛЕХ, проигранулировать этот звук. И обратите внимание, что у нас получается. Слово заканчивается на Х. ОЛЕХ. Но оно не заканчивается на АХ. То есть, если бы я здесь написал букву ХЭТ, мне бы пришлось это слово прочитать ХОЛЕХ. А так как на слух, на слух всегда легче запомнить, чем визуально. Если мы запоминаем, что слово звучит ОЛЕХ, я понимаю, что последняя буква КАФ, а не ХЭТ. В форме женского рода ОЛЕХ, здесь не ХЭТ. Поэтому нам не нужно, чтобы было ОЛАХАТ. ОЛЕХЭТ. Так же, как у нас было КУТЕВ, КУТЕВЕТ. И во множественном числе ОЛХИМ. ОЛЕХ. Иду, идёшь. В форме женского рода ОЛЕХЭТ. Во множественном числе ОЛХИМ. Теперь предложение. У ОЛЕХ. ЛЕХАНУТ. ВЕЙ ОЛЕХЭТ. ЛЕБАНК. ОН ИДЁТ В МАГАЗИН. ВЕЙ. Здесь мы можем перевести как И, ОНА. ИЛИ А, ОНА. То есть В у нас, СОЮЗ, это И или А. ВЕЙ. Давайте переведём как А, ОНА. ОЛЕХЭТ. ЛЕБАНК. ОНА ИДЁТ В БАНК. Следующее предложение. ЭМ ОЛХИМ ЛАЯМ. ОНИ ИДУТ. ЛЕ. Это направление. Ям моря. ЭМ ОЛХИМ ЛЕЯМ. Или ЛАЯМ. Получилось к морю. На море. Я надеюсь, что это было не сложно и понятно. Подписывайтесь на мой канал. Следите за новыми материалами. С Вами был Марк Харах. До свидания.